Добрый вечер! В прямом эфире программа «Саратов сегодня» в студии Анны Макаровой в начале коротко о главных темах выпуска. Ночная драма. В Ровенском районе жестоко убили двоих человек. Сам подозреваемый находится при смерти. Более десятка лет в аварийном доме жильцы двухэтажки в Энгельсе уже теряют надежду на то, что дождутся переселения. В Саратове появились животные лекари. Кролики, морские свинки и южноамериканский енот по-своему помогают детям с тяжелыми заболеваниями. И начнем выпуск с новостей из Ровенского района области. Там накануне ночью произошло чудовищное убийство двух человек. Сам подозреваемый находится при смерти. Драма разыгралась ночью в селе Владимирское. По предварительным сведениям, 30-летний подозреваемый и его 25-летняя супруга проживали в Энгельсе. Днем женщина обратила внимание на странное поведение мужчины. А потому позвонила родителям мужа, и те забрали их к себе домой в Ровенский район. Около полуночи злоумышленник внезапно взял нож и накинулся на супругу и собственных родителей. Жена и отец скончались на месте. Матери подозреваемого удалось спастись. Она позвонила в полицию. Злоумышленника нашли в соседнем селе с серьезными ножевыми ранениями. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. После этого он на автомобиле отца на большой скорости убыл из этого дома. И матери сказал, что поедет к родителям жены. Сейчас его намерения выясняются, зачем он туда поехал. Но он был явно агрессивно настроен, явно уезжал на большой скорости. Допустил даже столкновение с забором, когда уезжал на этой машине. Родители жены проживали в 40 километрах от этой деревни. Поэтому мама успела позвонить в полицию. Сейчас уже известно, что подозреваемый Рафаэль Султанов на учете у психиатра не состоял. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Если Султанова признают вменяемым, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ну а прямо сейчас на связь выходит наш корреспондент Денис Титаренко. Он расскажет о других происшествиях, случившихся на территории Саратовской области за минувшие сутки. Денис, здравствуйте, вам слово. Добрый вечер, Анна. Мы снова находимся в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС по Саратовской области. Сюда поступает вся оперативная информация о происшествиях в регионе и о самых крупных ЧП за минувшие сутки. Расскажем прямо сейчас. И начнем с аварии. На трассе Саратов-Волгоград там столкнулись два грузовика. Один из них перевозил лес, другой — новые автомобили. ЧП случилось недалеко от границы с Саратовской областью. В Камышинском районе, судя по фотографиям очевидцев, пострадало более 10 новых авто, которые находились в прицепе грузовика. И еще об одной крупной аварии, которая произошла накануне в Ленинском районе Саратова. На улице Шихурдина столкнулись сразу пять автомобилей. Отечественная «шестерка» вылетела навстречку и спровоцировала массовое ДТП. Предполагаемому виновнику аварии стало плохо за рулем. И теперь о пожарах. Крупное возгорание произошло в Марковском районе. Там погибли два человека — 38-летний мужчина и полугудовал ребенок. Кроме этого, после пожара за медицинской помощью обратились 39-летняя женщина и 65-летний мужчина. Причины возгорания сейчас уточняются. Также минувшей ночью в Энгельсе произошло возгорание в многоквартирном доме на улице Тургенева. Из-за угрозы распространения пламени пришлось эвакуировать жильцов. Всего 12 человек, в том числе двоих детей. По предварительной версии, причиной возгорания стало несоблюдение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. Всего за прошедшие сутки в Саратовской области пожарно-спасательными подразделениями было ликвидировано 6 возгораний, из них 2 в областном центре. На данный момент это все. Мы продолжаем следить за всем, что происходит в регионе. Анна, вам слово. Спасибо, Денис. А я напомню, наша съемочная группа находится в центре управления в кризисных ситуациях МЧС Саратовской области. Это был обзор происшествий, которые случились на территории региона за сутки. Арбитражный суд региона признал необоснованным завышение цен на билеты саратовских авиалиний. С обращением на слишком высокие цены в Федеральную антимонопольную службу обратился местный житель. Он отметил, что 30 тысяч рублей для перелета бизнес-классом по маршруту Москва-Саратов-Москва – это слишком дорого. В результате проверки специалисты УФАС выявили, что стоимость билетов установлена авиакомпанией необоснована. В методике формирования цен есть отклонения. В частности, в расчетах авиаперевозчика были использованы заниженные цифры загрузки пассажиров и фактических часов налета, а также завышенная норма амортизации. Кроме того, компания не придерживалась рекомендаций по снижению затрат на ГСМ. Разоблачение организованной преступной группы из Узбекистана в рамках расследования уголовного дела наркополицейские обнаружили и вскрыли тайник с наркотиками. Героин массой почти 130 граммов был помещен в отверстие вентиляционной трубы в квартире на улице Зарубина в Саратове. Именно это жилье снимали граждане Узбекистана, которые уже задержаны по подозрению в сбытии героина. А несколькими днями ранее наркополицейские раскрыли сразу шесть тайниковых закладок наркотика на территории Саратова. Все это также дело рук задержанных иностранцев. В общей сложности они подготовили к сбыту более полукилограмма героина. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемым в преступлении грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Вода в квартире только дождевая. И это еще не все проблемы жильцов двухэтажки в Энгельсе. Трещины на стенах, вываливающиеся окна, удобство на улице. 10 семей живут в ужасных условиях. Дом признан аварийным еще 15 лет назад. Однако до сих пор его жильцы ждут расселения. Денис Титаренко побывал в ветхом здании и узнал, почему этот дом все еще заселен. Историю в деталях смотрите в нашей рубрике «Дежурный репортер». Я каждый день готовлю здесь. Вынуждена в таких условиях. Бывает, что даже сыпется в кастрюлю. Не успела закрыть, если пенку снимаю. Бывает, сыпется мне в кастрюлю. Уроки экстремальной кулинарии преподает журналистам. Чувство юмора как защитный фактор от всех опасностей, которые нависли над жителями дома во втором микрорайоне имени Урицкого в Энгельсе. Причем нависли в прямом смысле этого слова. Потолок вот у нас какой хороший. Боимся пройтись, как бы не упало что-то. Ведра стоят, не успеваем выливать воду. Дождевая вода – единственный источник влаги, который поступает в дом. Парадоксально, что простой водопровод давно высох. В сложности в проживании самая первая сложность – это вода, отсутствие воды. Это вообще ужасные условия. Это стирка, это вот море стирки на троих детей. Нужно постирать, приготовить. И зимой периодически, ну практически всю зиму мы сидим без воды, ходим по соседям, кто даст, кто не даст. Сейчас поставили счетчики, люди практически все. Уже вообще невозможно ни у кого набрать. Многодетная семья Джанумовых, которая едва помещается в этой небольшой комнате, вынуждена еще терпеть соседство и с насекомыми. По словам хозяйки, тараган уже просто не реагирует на химикаты. Рассыпающийся дом признан аварийным и подлежащим расселению еще в 2000 году. Однако предоставлять жильцам новые квартиры пока никто не спешит. Единственный вариант, который предлагают чиновники, людей не устраивает. В общежитии мы категорически, я вообще категорически отказываюсь переезжать. Так как я уже вод нажилась за 20 лет, я здесь таскаю воду, я здесь это. И это на общежитии опять мы поедем на сколько? Еще на 20 лет. Не общежития, а маневренный фонд, уверяют представители Энгельской администрации. Причем понимая, что в ветхом здании находиться просто опасно, намекают, что расселить всех могут по решению суда. Собственники от переселения отказываются, тем самым мы, администрация, оставляем право за собой, установим закон в порядке, проводим дальнейшие процедуры, то есть разъяснения опасностей проживания в данном доме. И, естественно, судебное заседание. Если суд принят решение расселения, значит расселение. Предлагаете вы только отсюда, если я хочу? Мы вам предлагаем маневренный фонд на время расселения. Последняя надежда жильцов аварийного дома была на федеральную программу по переселению из аварийного и ветхого жилья. Согласно ей, переезд должен был произойти до конца этого года. Однако из-за отсутствия денег в региональном бюджете долгожданное новоселье перенесли на 2016-й. 100% квартир на второй этап мы купим только 30, может быть 27-28. В той же самой ситуации находится Енгельс. Готового жилья за три месяца мы купить не смогли. Мы сейчас этот вопрос просим оставить в Москве, чтобы нам совместили второй этап с третьим. И этот адрес также находится во втором этапе. И мы готовы, стараемся, чтобы этот вопрос был завершен. Но, к сожалению, не в конце этого года, а только в конце следующего. Ждать и подшучивать над своими проблемами – единственное, что остается жителям. Правда, уже боятся, что градус юмора может резко упасть вместе с рушащимся потолком. Денис Титаренко, Алексей Фенин, Александр Бачков. Саратов-24. Денис Титаренко. Так со зрением жалоб нет. Видите, нормально? С обычного приема у врача – прямиком на операцию в Саратов. Житель поселка Заволжский Пугачевского района Юрий Бирюков давно жаловался на плохое зрение. Однако вернуть ясный взгляд оказалось очень просто – с помощью оперативного вмешательства. Сам говорит, что давно было пора заняться здоровьем. Но только в районных больницах таких специалистов не было. Вот ездил в Волоково. Надо платить машину туда, машину туда. И там все, эти лабораторные, все за деньги. Консультации саратовских врачей получают жители поселка Заволжский Пугачевского района в рамках акции «День здоровья». Такой медицинский десант инициировал депутат Государственной думы Николай Панков после обращения к нему местных жителей. Это самое нормальное, что приехать. Может быть, людям помогут, которые не могут даже на Пугачево доехать. Здесь чем могут, помогают. Мне тоже помогают. Александр Полянский пришел с неприятной болью в груди после перенесенного инфаркта. Считает, что профессиональный взгляд саратовских врачей поможет справиться с недугом. Провели консультацию врачей и в селе Старая порубежка. Сами медики считают, что такие дни здоровья надо проводить как можно чаще. В удаленных районах трудно попасть на консультации к специалистам узкопрофильным. Поэтому данный проект, я считаю, очень нужен, чтобы, по крайней мере, отобрать какой-то контингент для консультации в районном центре или в областном центре. Инициаторы акции обещают, что выезды будут проводиться постоянно. Ведь важнее всего выявлять заболевания на ранней стадии, чтобы избежать серьезных последствий. А у большинства жителей отдаленных сел просто нет такой возможности своевременно пройти обследование у квалифицированного специалиста. Екатерина Сграничная, Денис Титаренко, Илья Толкачев, Саратов, 24. Сухое поражение на выезде. Сегодня в очередном матче первенства высшей хоккейной лиги «Саратовский кристалл» в гостевом матче проиграл ангарскому клубу «Ермак» со счетом 0-4. Первую шайбу в воротах гостей иркутские хоккеисты забросили в начале второго периода. Спустя 15 минут забили вторую. Еще через три минуты голкипер «Кристалла» Владимир Ковалев снова пропустил гол. Однако сибиряки продолжали громить саратовцев. На 44-й минуте они забросили четвертую победную шайбу. 27 декабря «Кристалл» завершает хоккейный год. В этот день команда сыграет в Красноярске с местным «Соколом». Напомню, сейчас наш клуб по-прежнему находится на нижних строчках в турнирной таблице. Природная терапия. Юным жителям Саратова с тяжелыми заболеваниями помогают бороться животные. В нашем городе состоялась благотворительная акция, участники которой, дети с ограниченными возможностями, отправились в так называемый контактный зоопарк. Как общение с животными лечит малышей, увидела Полина Попенец. Почти самостоятельно кормит с руки кроликов. Несмотря на диагноз ДЦП, 9-летний Денис Косовский старается быть активным. Вместе с мамой посещают театры, ходят в кино и на концерты. Ребенок давно хотел попасть в зоопарк. И вот мечта сбылась. Да еще как! После такого общения с животными у Дениса вновь заработала рука. Просто взять здесь для Денискину ручку, она у него постоянно с пастики, в кулачке в основном. Он погладил животных, вот у него сейчас раскрытая рука, мягкая раскрытая. Это просто потрясающе. Зайчики понравились тебе? Все зайчики понравились, да, потому что мы их кормили, они очень благодарные, да, они кушают сразу, когда им предлагают. Для ребят это не просто поход в зоопарк, а настоящее приключение. Ведь можно погладить, покормить животных и поиграть с ними. Здесь их более 20 видов. Птичий двор, морские свинки, декоративные кролики и даже южноамериканский енот. Получить столько положительных эмоций детям и их родителям помогла благотворительная организация «Радость движения». Осуществить задуманное постарались и работники контактного зоопарка. Они научили ребят общению с животными. Один мальчик у нас очень реагировал на козлика, практически не могли оторвать от вольера с козликом. Девочкам нравились кролики, малышам нравится гладить морских свинок, потому что они не пугают малышей, они сами по себе миниатюрные. Малыши могут испугаться только крупных животных. Каждая улыбка этих детей бесценно для мам и пап. Говорят, у самих поднимается настроение, когда видят, как ребята играют с животными, открывая для себя что-то новое. Кстати, у каждого уже появился свой любимец. Нам козлик понравился, потому что козлик издает звуки. Ребенок смеется всегда, когда общение с животным происходит. Если животное издает звуки, то он улыбается, то есть как бы идет сразу на контакт. Кролики, кролики, они мягкие, пушистые, приятные. И те, которые животный звук издают, вот свинки, козлик, которые как-то тоже привлекают внимание. Любая реакция, то есть даже вот просто он сдрогнул, испугался уже и то хорошо, то есть он это, и потом начинает проявлять какой-то интерес, смотреть, что это такое испугало его. Вот, то есть для нас это все важно. В Новый год принято загадывать желания, но мечты этих ребят и их родителей особые. Больше всего на свете они хотят выздороветь. Но даже в такие моменты они чувствуют себя намного лучше в условиях живой природной терапии. Полина Попенец, Александр Бачков, Саратов-24. По новому мосту в Балаково пустят первый автобусный маршрут протяженностью в 20 километров. Произойдет это уже в понедельник, 28 декабря. Он соединит 11 микрорайон и больничный городок, но самое главное – свяжет две части одного города. Пока маршрут экспериментальный, а это значит, что сами пассажиры смогут вносить в него коррективы и пожелания. И в этот же понедельник телеканал «Саратов-24» презентует специальный репортаж. Почему в советские годы грандиозный проект строительства моста так и не был реализован? С какими проблемами столкнулись современные строители? И кто устроил реалити-шоу, подглядывая за тем, как мост возводят? Смотрите документальный фильм в понедельник, 28 декабря, сразу после программы «Саратов». Сегодня в 20.20. Повтор во вторник в 15.45. И это были все новости к этому часу. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok